Все, все, спасибо. Мой главный посыл в Украине. Я приехал сюда, потому что я ненавижу Путина. Мне посчастливилось стать первым поколением со времен прапрадедов и увидеть мир в Европе. И сейчас один парень уничтожает это. Кевин – американец, 9 лет морской пехоты. Сегодня Кевин в одной из самых горячих точек Украино-Российского фронта – в Лисичанске. Важная вещь в тактической медицине – это научиться импровизировать. Люди научены мыслить самостоятельно, выживут. Кевин – медик, а в Лисичанске он инструктор по тактической медицине. Его слушатели – украинские военные. Андрей – медик украинской армии, до войны крановщик. Ну а сегодня у Андрея с десяток пройденных курсов по такмеду. Андрей Кевина просит рассказать армейцам что-то простое, легко применяемое на поле боя. И сразу оказывается, американская теория и донбасские боевые условия часто несовместимы. И никогда не снимай турникет. Ну, как не снимать? Его это нужно попускать иногда. Никита, ты же же рану чем-то обделал. Обработал. Ну да, обработал. У тебя же стоит там уже компрессия какая-то. И ты отпускаешь и смотришь, проступает кто, не проступает. Ты чуть-чуть даешь, чтобы не потерять концовку. Нас обучали совершенно по-другому. Нас учили никогда не двигать и никогда не ослаблять его. Отмирание конечности происходит в течение 10 часов, на самом деле. И как раз-таки было много ситуаций, когда сутки не могли эвакуировать ребят. И чтобы восстановить хоть какое-то кровообращение, пораненый на гелье в руке, приходилось турникет распускать. Дальше в комнату приглашают все подразделения Андреас. С элементами шоу, обильными шутками и американо-российским суржиком, Кевин начинает. Второй шаг всегда — массивное бейвинг. Второй шаг всегда — это остановить массированное кровотечение. Первый шаг. Первый шаг. Я знаю, что исторически Россия пытается колонизировать и поработить Украину. И это удивительно для меня смотреть на те же вещи снова и снова, как Россия захватывает Украину. over and over from Russian accusations of Ukraine. Давайте поговорим о том, как это делать. Куи, ты самый большой. Как мой первый шаг? Первый шаг. Пуле слезла. Чуть, пули остановились. И кровь брызгает вот отсюда, прямо к фонтану. Одна из чудесных вещей для меня – это качество украинских медиков. Они тренированы на так называемых стандартах НАТО. Это самые современные стандарты. И одна из вещей, почему мне нравится тренироваться с украинскими медиками – это то, что я постоянно чему-то учусь. В общении с украинцами Кевину помогает Филипп. Его отец – британец, мать – россиянка, а он по паспорту – гражданин Туманного Альбиона. Несколько последних лет жил в Северодонецке, был волонтером. С севера, так называет этот город на Донбассе, Филипп выехал одним из последних, недалеко, в соседний Лисичанск. Да, я как-то раз там, в первую неделю войны, просто позвонил в посольство, сообщил, что я там, они сказали, за вами прислать отдельный автобус, мы можем коридор вам организовать. Я такой, ну, да нет, вроде. Куча иностранных медиков, ребят, которые служили в иноземном легионе, они тоже могут спокойно эвакуироваться обратно, откуда они приехали. Но они хотят помогать, и я тоже. Медиков в Лисичанске привезли волонтеры, которые сотрудничают с иностранными коллегами. Не-не, они как раз шукают, и они хотят помогать. И в зависимости от того, какой они ресурс, какой они скейлсет с собой привозят. Ну, зараз вот, цего раза мы заехали, в нас сім, у нас вісім парамедиків. Деякі з них дуже-дуже-дуже подготовлені, в том числі військові. Парамедицина якраз вот в реальных таких умовах. І ми, наприклад, з ними зараз вже декілька днів проводимо тренінг. Коли я слышу, як Путін говорить, «Я должен прийти в Україну, щоб защитити русскоговорящее население», я думаю, две вещи. Віч номер один – почти каждый, с которым я тут работал, кто бьется з Росії, говорит на русском. Більшінство людей, с которыми я общался, для них русский – первый язык, родной язык. Но вони бьются з Путиным. Вони бьются з Путиным. «Очень важно понимать, как передвигать бабуш... бабусь». «Бабушка». «Бабушек». «Бабушек». «Баби». «Баби». «Если бабушку вот так вот тянуть, она може дуже запросто упасть. Ещё одна вещь, которую я припоминаю, перед Второй мировой войной, было то же, что Гитлер сказал о Чехословакии, что он должен прийти защищать говорящие на немецком население. Я не думаю, что это случайность, когда одни злые люди повторяют то, что делали другие злые люди в прошлом». Сколько ещё пробудет в Украине Кевин, не знает. Говорит, скоро заканчивается срок его пребывания в стране, и надо бы как-то легализироваться. Этим и планирует заняться уже в ближайшее время. Предсвечалка Сергей Декун. Настоящее время. Украина. Продолжение следует...